Офвудстатсбладет, Финляндия, Зимняя война была неизбежна. Стефан Фар. Офвудстатсбладет, Финляндия. 25 ноября 2019 года. В преддверии 80-летней годовщины тяжелейшего испытания молодой финской республики заново вспыхнули споры о Зимней войне. Финская трактовка Зимней войны в значительной степени возобладала, и, в конце концов, даже Россия признала свою ответственность. В 1994 году президент Борис Ельцин признал советское наступление сталинским злодеянием против Финляндии. Но сейчас в нашей стране снова раздастлись голоса, которые ставят историю под сомнение и перекладывают вину на правительство Финляндии. Столь поверхностные выводы делают на основе переговоров Сталина и Молотова с финской делегацией во главе с Юхакусти Пааси Киви. Юхакусти Пааси Киви, будущий премьер-министр и президент Финляндии, примечание Перев, в 1939 году. Но из широкой перспективы, если рассматривать и советскую подготовку к войне, и роль Тириокского правительства, Финская Демократическая Республика, созданная на территории Карельского перешейка в городе Тириоке, ныне Зеленогорск, примечание Перев, картина вырисовывается совсем иная. Зимняя война была неизбежной. Но в годы Холодной войны называть вещи своими именами финским СМИ было непросто. Чёрк лет назад журналист или попросил министра Макса Якобсона, Макс Якобсон, назвать конкретных людей, на ком лежит вина за Зимнюю войну. «Как насчёт Сталина?» – спросил в ответ Якобсон, но журналист его тут же одернул, «Я имел в виду с финской стороны». В недавнем обширном интервью или профессор и полковник Пекови Сури, Пекови Сури, предположил, что Зимней войны можно было избежать. Ссылаясь на исследования профессора Стивена Каткина из Примстонского университета, он утверждает, что Сталин намеревался решить вопрос дипломатически к поздней осени 1939 года. Его требования – передвинуть границу на Карельском перешейке, передать контроль над островами в Финском заливе и обеспечить базу ВМФ в Канка, чтобы в случае необходимости перерезать западное наступление с моря, подаются как умеренные. Сталин по понятным причинам опасался за безопасность Ленинграда, кстати, этой же точки зрения придерживается и российский президент Владимир Путин. Но дескать, некомпетентность и бескомпромиссность финского правительства привели к войне. Из того, что профессор Каткин слывет сталиноведом мирового класса, вовсе не означает, что он эксперт и по финской политике. Ей посвящено лишь 3% его масштабного труда Сталин, в ожидании Гитлера 1929-1941 годы. Финских историков в списке литературы считаны единицы. Напротив того, Каткин широко использует советские источники, но лишь те, которые доступны финским историкам. Важнейших документов, которые бы однозначно пролили свет на намерения СССР в 1939 году, Россия так и не рассекретила. Наоборот, ситуация развивается в противоположном направлении, желание возродить советскую историографию проявляется все сильнее, и доступ в архивы закрывается. Но еще до ужесточения правил в течение минувшего десятилетия выдающимся российским историкам удалось сделать ряд громких открытий о Зимней войне. Так, профессор Петрозаводского университета Юрий Келин считает, что на переговорах Сталин присутствовал главным образом для отвода глаз. В июне 1939 года Сталин приказал командующему Ленинградским военным округом Кириллу Мерецкову разработать план контратаки против Финляндии. Нынешний оперативный план он счел несоразмерным. На том заседании присутствовал Отто Кусинин, Отто Кусинин, и по финским вопросам Сталин велел Мерецкову обратиться к нему. Это можно считать одним из доказательств, что политическая и военная составляющие грядущей кампании были тесно переплетены. Перед ее началом Кусинин встречался со Сталином с дюжину раз. Мотивы Тириокского правительства публицист Антера Уита, Антера Уита, подробно рассмотрел в своей биографии Кусинина. Это был хорошо отработанный прием, не раз применявшийся с переменным успехом. Делать ставку на марионеточное правительство, которое затем попросит о вмешательстве Красной Армии предлагал еще Ленин. Такая тактика позволяла правдоподобно отрицать собственный милитаризм и империалистические замашки. Еще одно преимущество – можно вести боевые действия без ультиматума или объявления войны. К слову, эта же тактика применяется и в наши дни, на Восточной Украине. План наступления Мерецкова несколько раз дорабатывался, однако в конце октября получил окончательное одобрение. К тому моменту Советский Союз уже стягивал войска к границам Финляндии. Мобилизованные войска по приказу Сталина проводили учения в условиях, приближенных к боевым. 15 ноября Мерецков и Жданов получили приказ посетить войска на передовой. Как впоследствии подтвердили советские военнопленные. Они объяснили, что скоро начнется война. Настало время воплотить сталинский план выйти к российским границам 1914 года. Чтобы облегчить задачу, войска получили подробный план марша, пишет Уэта. При этом был дан строжайший приказ ни в коем случае не переходить границу со Швецией. Но образцово-показательного наступления не получилось по очень простой причине. Финское правительство отказалось наотрез. Разумеется, Сталин искренне рассчитывал на успех на переговорах. Это позволило бы разрядить обстановку, хотя бы временно, распустить финскую армию и довести наступление Красной Армии до победного конца. Как толково объясняет министр Павер Антонин. Павер Антонин, в недавнем номере журнала «Канава», «Канава», все висело на волоске, а Финляндии несказанно повезло. Отдавая себе отчет в территориальных амбициях Москвы, но ни минуты не сомневаясь, что Красная Армия не пойдет в наступление зимой, финское правительство постановило распустить половину резервистов. К счастью, воплотить в жизнь это фатальное решение не успели, на Хельсинки уже посыпались бомбы. Профессор Келин свое мнение насчет Зимней войны озвучил в 2010 году, СССР намеревался, помимо прочего, разбить финскую армию и присоединить всю Финляндию целиком. Стефан Фар, доктор наук Высшей школы национальной обороны. В Финляндии материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.